Умагиана Тимиранда Сиагиананжа Нашалакая Чакшарун Милитам Вина Тасмарейши Гуравейна Махам Джа Ван Вишнападши в Бахте Бималавадут Махарашки Джа Ван Вишнападши в Бахте Судхиргасвая Махарашки Джа Ван Вишнападши в Бахте Нирмавадчаря Махарашки Джа Ван Вишнападши в Бахте Разамадхусудд Махарашки Джа Ван Вишнападпара Махамса Приврадзи Качаря Варя Мы с ним правы неображаем Нам Asia за Движем Бхагаван свитATE Бхад inclus essere Мы Shri Pana Guru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В проповеди Хранителя Предности, том 4 Читаем предисловие Тот, кто нетерпим к чужому мнению, называется завистником Багаватам предназначат для душ, свободных от зависти Такие души понимают, что существует только один повелитель, один источник И у нас новая цель всего Он автократ Багаватам предназначат для душ, свободных от зависти Он автократ, ему принадлежит все сущее Он наш господин Он обладает властью награждать и наказывать Лишенные зависти смогут подняться на уровень вопрошания об истине Но завистливые никогда не согласятся с тем, что существует Господь, что все творение создано им и на все его воля То есть изначальная причина нашего прегубления в мире материи – это зависть То есть мы попали сюда именно из-за зависти Такой очень простой момент на самом деле Вот эта зависть, она развивает все остальные негативные качества Которые у нас появляются Жадность, вожделение, гнев, злость, безумие Очень много разных качеств негативных мы начинаем привлекать одним лишь качеством зависти Поэтому порабощены этими качествами и блуждаем здесь Лишенные зависти смогут подняться на уровень вопрошания об истине То есть когда зависти нет, мы можем вопрошать Можем спрашивать, искренне интересоваться чем-то Но если зависть есть, то все вопрошание даже и есть Но оно будет с оттенком зависти, не будет искренним И мы не получим подлинный ответ об истине Но завистливые никогда не согласятся с тем, что существует Господь Что все творение создано им и на все его воля Те, кто не соглашается с тем, что Господа нет В принципе, Господь не возражает Он создает целый мир Целые миры, в которых Господа просто нет И есть целая философская система, которая доказывает, что Бога нет Очень много разных философий Атеистические, Майвада, персонализм Много-много философий, которые могут обосновать Что Господа нет Завистливые никогда не согласятся с тем, что существует в Господе И что все творение создано им и на все его воля Когда нам посчастливится быть допущенным в обитель Господа Мы обретем подлинное счастье Заняв положение тех, кто отдает, а не присваивает Жертвы, приносимые ему, наградят нас и качеством И в особенности количеством Мы, если мы ступим на ту землю, то окунемся в океан Нектара Что может быть прекраснее? И мы можем понять, насколько действительно прекрасно это учение Видя, как много людей из других стран принимают ценности Махапрабу и Шимат-Бхагаватам Многие молодые люди очарованы красотой мыслиши, читания Дева, Шимат-Бхагаватам и Вашнавских Ачарьев Еще около ста лет назад Шила Бахтинат-Такур предсказал, что это произойдет И наш Шила Гуру Махараш начал покорно трудиться ради проповеди Вашнавского учения во всем мире Один из его учеников Шипат-Ачебахтиданта Свами Махараш отправился на Запад, не имея с собой ничего Но по милости Махапрабу Господа Кришны и Господа Некенады достиг ошеломляющего успеха на Западе Достиг ошеломляющего успеха на Западе в проповеди этого высшего послания Привлеченный его искренним желанием одарить других этим нектаром Западные люди сотнями присоединились к движению Сан-Киртана под знаменами Гаудио-Матха Шила Бахтиданта Свами Такура и Шила Ачебахтиданта Свами Махараджа Я уверен, что Вы почувствуете огромную радость в сердце, видя сейчас в наших рядах западных последователей Они идут на многое, даже рискуют своими жизнями, чтобы открыть эти истины всему миру Жертвуя все свои силы и все, что у них есть В это движение пришли люди различных профессий и талантов Ученые, врачи, бизнесмены Они несут это послание в разные уголки Земли с великой самоотверженностью Мы выражаем им огромную благодарность за их благословенные дела За их искренность в изучении и распространении этого высочайшего знания на благо людей во всем мире Мы благодарим их за присутствие здесь, за их искренние усилия И я думаю, что все Вы, как и я, необычайно вдохновлены, глядя на них Многие индийцы воодушевлены, видя, что западные люди интересуются их древней духовной культурой Они поражаются, что же так привлекло этих иноземцев из высших классов общества Должно быть, это нечто очень ценное Многие индийцы, занимающие высокое положение в образованных кругах нашего общества Заинтригованные приходят сюда Мы благодарим всех этих честных, искренних людей за их бескорыстный труд И молимся Гуру и Вашнам о том, чтобы их усилия принесли свои вечные плоды Речь на Веса Пужу 1982 года Его Божественной Милости Ши Шимат Бахти Ракшака Шидара Девгасвами Махараджи Глава первого явления Шимат Бхагаватам Вопрос В начале Шимат Бхагаватам описывается, как суты Гасвами обращаются к мудрецам, собравшимся в лицу на Мишаране Он говорит, что Весадева уже рассказал Бхагаватам Шукадеве Откуда же Весадева узнал о том, что еще не произошло в Ши Шидар Махараджи Шимат Бхагаватам рассказывали много раз Вначале это был Нарада Муни Он изложил основу Бхагаватам в десяти шлоках Затем он повелел Весадеву объяснить их смысл Иначе все писания, которые ты составил с таким трудом, будут бесполезны Как раз мы сегодня днем читали о том, как Нарада Муни дает наставление Весадеву И фактически он даже в каком-то смысле отругал его Сказал, ты так много дал людям всех ведических знаний о том, как жить в этом мире Как обустроиться, как следовать закону Как все делать и все иметь И за это ничего, чтобы не было И еще в конце можно освобождение получить Но Весадеву он был не удовлетворен тем, что он написал Хотя это огромные тома И Нарада Муни ему дал десять шлок Десять шлок Бхагаватам, которые прославляют деяния Господа И дальше Шил Весадеву он развернул эти десять шлок И описал различные лилые деяния Господа Затем он повелел Весадеву объяснить их смысл Иначе все писания, которые ты составил с таким трудом, будут бесполезны Потому что если нет служения Господу Все правила, все предписания, вся деятельность в этом материальном мире Какая бы она ни была благородной Все это иллюзии, она бесполезна Людей только в ад загоняет Веса стал размышлять Он составил Бхагаватам Написал комментарии Написав комментарии первоначальным шлокам То есть Бхагаватам это комментарии к десяти шлокам Которые Нарада Муни передал Весадеву Веса ликовал Вот божественное знание, которое явилось в Бхраме благодаря его молитвам Оно раскрывает истину о сознании Кришны И прославляет его как верховную личность Бога Это знание свободно от иллюзий, заблуждений и ложных идей И полностью посвящено прекрасной лиле Чистому духовному бытию мира Сладостных деяний Ши Кришны После этого Бхагаватам Весадева поделился этим откровением со своим сыном Шукадевом Затем, когда величайшие мудрецы вселенной попросили Шукадева поведать Шримад Бхагаватам Шукадева семь дней вдохновенно рассказывал его Он сказал Я всегда считал, что высшее знание это учение о бесформенном и вечном Бхрамане Но нужно понять, что Шукадева Госвами не был в Майваде Он был в Бхрамоваде То есть это большое отличие Мы очень часто в последнее время говорим о Майваде Потому что читание Черетамрита как раз повествует сейчас глава об этих вещах Нужно сказать, что еще есть Бхрамовада Бхрамовада, она не говорит о том, что человек может стать Богом Она говорит, что просто все исходит из Бога Все является Богом Но не описывает его личностный аспект Он сказал Я всегда считал, что высшее знание это учение о бесформенном и вечном Бхрамане Но благословение моего отца позволило мне понять нечто большее Он поведал мне о Ливах, Бхагаванах и Кришне Сегодня я вам расскажу то, что узнал Ну хорошо А он получается, он же вечный преданный Господа, Шукаделла И это просто Лива, он был таким сначала, как бы верил в одно А потом он Это одновременно все же существует С одной стороны нам показывают как Он вообще явился в этот мир уже преданным Он же ушел, он родился во-первых в 16 лет То есть уже взрослым И сразу же ушел из дома То есть он не хотел рождаться, потому что Ну он понимал природу этого мира иллюзорную И у него был, может быть, Шан Тараса Да, такой-такой Даже не Шан Тараса Ну, Брамовадим он был То есть он осознавал свое единство с этим миром Что он тоже часть всего этого мира Но он не имел знаний, скажем так По этой лилии о Верховном Брамане И когда о личности Бога То есть он имел знания о Верховном Брамане Но не имел знания о Господе как о личности И тогда Виссадео он решил его привлечь Как бы рассказать ему о Высшей Лилии То есть когда он после того, как он рассказал Написал Шримад Багава Там он решил передать ему Шукадеи Потому что он знал, что Шукадео лучше всех сможет Поведовать ему Почему? Потому что его будут слушать Потому что он в реальности Но в глазах всех остальных Реально был не привязан к этому материальному миру То есть нужно понять, что кто-то есть Кто очень сильно практикует Непривязанность к этому материальному миру А есть тот, кто уже рождается Совершенно непривязан Совершенно отрешен от этого мира То есть он не заботится Он голый ходил Понимаете, ну что значит Попугай в отношении к Господу В связи с этим откровением Шримад Багавата Что он пережил этот откровение Шримад Багавата Он преданностал какого Он Шука Попугай Он успевает Слава Господу Но его Сварупа Он попугай Шука То есть тот, кто рассказывает О деянии Господа Рассказчик Багавата То есть, ну это Какая, какая раса Во всех расах Одновременно может Рассказчиком Он может пребывать везде Одновременно То есть он рассказывает И сам погружается Но это определенная роль Скажем так И Мы до этого читали По-моему, я не помню В каком томе Там и рассказывалось Как Висадева Он искал своего сына Он дал задание Дровосекам Чтобы они повторяли Определенную шлоку Которая как раз Говорит О деянии Господа Как личности И поэтому Шукадева Это зацепило А он Подумал Что вероятно Что-то есть еще больше И он Вернулся к отцу И отец ему Поведал Багаватам Но это надо просто На самом деле Заниматься Такими духовными вещами Очень интересно Потому что Мы можем Сначала немножко Прочитать Поверхностно Но когда Начинаем Так углубленно Я вот Шимад Багаватам Я несколько раз Прочитывал Постоянно Какими-то Отрывками Урывками В молодости Я помню Весь прочитал Багаватам Книга за книгой А потом просто Времени не было Сейчас думаю Надо заново Все перечитать И уже совершенно По-другому он Рассматривается В ключе Там Багаватгид Разных Читание Черетамрит То есть Это все писания Их нужно В совокупности Их Нужно постоянно Читать и Перечитывать То есть Вот Разные Комментарии Наших Учителей Ну Может быть Не Очень Такие Прям Ну То есть Те Которые нам Разрешают Читая Скажем так Потому что Есть Комментарии Что мы Просто Не поймем Можем Вообще Голову Сломать Себе И Результат А вот То Что нам Рекомендуют Комментарии Нашего Гуру Дева Швилашидара Махараджи Может быть Просто Бахтинсан Сраслать Такое У нас На русском Не очень Много Комментарии Там Читание Багавата Вот Ну Какие-то Может быть Статьи Есть Еще Ну Шива Бахтинон Такое Очень Замечательные Книги Вот Там Ну Вишланд Очаровать И Нас Может быть Там Пару Книг Есть Там Махтуре Кадамбини Очень Хорошая Книга Постепенном Восприятие Очищается Просто Ну Невежество Уходит Постепенно Потому что Воспевание Святого Имени Сослужение Различное То Оно Просто Сердце Очищается Постепенно Приходит Как мы Говорим Естественно Смирение Очень важное Качество Шаранагати Мы вчера Рассказывали Что Все Вад Идут На самом деле Потому что Нет Смирения А если Смирение Смиренных Ваду Нету Потому что Гордыня Она Вот Нас Ведет По Этому Миру Но Он Дарует Не просто Так Ну Во-первых Желание Желание Порождает Какое-то Действие В отношениях С Господом То есть Наши Отношения Они Начинают Развиваться Естественно Приходит Смирение Мы понимаем Кто такой Господь Кто такой Гуру Такие Вайшнавы Сначала Мы должны Теоретически Принять Это Принцип Шаранага Тим Иначе Хотя бы Теоретически Принять Потом Мы Когда Практикуем Все Это Но Она Приходит Приходит Такое Понимание Очевидности Как Гуру Деф Допустим Ну Ну Как Естественно Все равно Усилие Нужно Прикладывать Не то Что Мы Расслабились И оно Пришло Само Собой Оно Придет Естественно Да То есть Можно Сколько Был Ты Там Делай Что То Годами Делай А вот Я Чутко Сейчас Понимаю Что Если Вайшнав Как Байшнав Дает Как Это Взаимный Поток То есть Всегда Естественно Что Дают И Откликаешь Сердце Как Откликается Ну Просто Так же Не Будут Давать Дует Пояс Это Взаимность То есть Слушащий И Говорящий То есть Вопрошающий И Дающий То есть Но Ну Вести Просто Служение Когда мы Служим Оно Смирение Оно Не Всходит В этом Смирение Мы Можем Прийти К Вайшнав И Вайшнав Он Может В виде Наши Смирения Поделиться Милостью Если У нас Смирения Нет Сами Милости Никто Единец Не Будет Такое Очень Тонкое Просто Качество Мы Говорим О Тонких Качествах Которые Присущи Душе Или Они Приобретаются В процессе Духовной Практики Ну Человек Приходит Допустим Из Какого-то Сюда К нам Много Таких Людей Приходило Приходит Воспитывавшийся В уголовной Среде У него Свои Понятия О жизни Свой Разговор Свой Менталитет Проходит Десять лет Это уже Другой Человек Хотя Все равно Что-то Остается Ну Какие-то Налеты Старые Пройдет Еще Десять лет Еще Он Будет Другой Еще Десять Другой А через Концу Жизни Его Может И никто Не узнает Что он Связан С каким-то Уголовным Прошлым Или еще Что-то Правильно В чем Потому что Человек Очистился Изменился Появилось Естественное Смирение Все Качества Пришли По Милости Гуру По Милости Гуру Пришли Но Человек Он же тоже Усилия Делал Правильно Он не просто Пришел И жил Здесь Пример Да Он совершал Какую-то Севу Там Работал Что-то Помогал Другим Правильно То есть Ну Это Обычно Но В целе Крайний Случай А Все Все Люди На самом деле В каком-то Смыслу Уголовники Потому что Мы все Пришли В этот Мир Стяжать То есть Просто Кто-то Мягко Какого-то Авадут Махараш Не давал Агрессия Модно Такое Заниматься Пассивной Агрессией Вроде Как бы Мы Со всем Соглашаемся Но внутри Как бы На самом деле Это Весь мир Сейчас Строится На пассивной Агрессии Все Они Завидуют Господу Все Могут Что-то Говорить Какие-то Хорошие Слова Перед Другом Раскланиваться Как бы Там Пытаться Угождать На Внешнем Уровне Но Внутренне Ненавидеть Друг Друга И Все Остальное И Весь Этот Мир И Господа В том Числе В первую Очередь Это Некий Обман Обман Который Лежит В основе Его Само Обман Сначала Потом Обман Мало Кто Даже Осознает Все Эти Вещи Нем Нужно Понять Что И Наши Мы В обществе Мы Тоже Такие На самом Деле Мы Пришли С Этими Негативными Всеми Качествами Просто Мы У кого-то Явно Проявлено У кого-то Неявно Все Возьмем Почему Боги И Демоны Они Обитатели Этого Мира Недуховного Боги Потому Что И Боги И Демоны Это Джилы Но Такие Же Души Как Мы Одни Достигли Определенного Положения Скажем На Категории Категории Хорошо Другие Категории Зла Одни В добре Другие В зле То Но И Другие Как Там Да И Тех И Других Зависть Есть Там И Другие Там У них Свои Разборки Там Кто Какое Положение Должен Занимать Кто Выше Кто Ниже А Под спуд На самом Везде Проявлена Некая Агрессия И Ненависть Потому Что Боги Они Просто Понимают Что Без Господа Мы Никуда Но Мы Будем Его Эксплуатировать Нам Дали Право Они Заслужили Своими Праведными Поступками Какого-то Положения Соответственно Они Занимаются Демона Они Просто Отвергаются И Просто Это Мое И Все Они Просто В каком-то Смысле Более Даже Честно Поэтому Мы Сейчас Не Будем Обсуждать Богов Тем Волее Потому Что Мы Такие Что Богов Обсуждать Или Демонов Мы Вообще Ничтожные Душонки Которые Тут Находимся С Какими-то Своими Мелкими Корыстными Интересами Наши Интересы Очень Такие Мелкие Незначительные Потому Демоны Они Допустим Готовы Для того Что Что Достичь Они Готовы Аскезы Совершать Отказываться От чего То Поститься Тысячами Лет Боги Тоже Готовы В принципе Но Они Поэтому Боги Что Они Уже Прошли Какой-то Свой Путь Аскез И Покаяние Но Когда Беда Приходит И Какая-то Грань Смерть Как-то Спесь Быстро Проходит Ну Какой-то Период Отрезок Ну Пар Бывает Тогда Если Знание Есть Какое-то То И Это Не Поможет Не Будет Никакого Страха Смерть Смерть Подумаешь Ничего Такого Нет Сознание Есть Такое Просто Внешне Не Знание О Преданности А Знание Другой Знание Тоже По Милости Дается За Какие-то Заслуги Поэтому Допустим Просто Демоны Такие Как Рауна Они Ж Хироника Шипу Они Ж Были Это Ну Далеко Не Это Самое Не В Невежестве Они Очень Четко Обладали Всеми Знаниями Рауна Десятеголов И Рауна У Нем Все Веды Более Узнал Все Веды И Он Даже Преданный Был Преданный Господу Шива Причем Такой Он Читался Вообще Господь Шива Признался Как Самого Преданного Вот Но Это Но Он Был Его Преданность Была Очень Корыстной Он Во-первых Завидовал Другим Преданным Вот И Пытался Всем Доказать Что Он Самый Преданный Вот И Когда Он Там Совершил Несколько Серьезных Оскорблений В общем Господь Шива Они Развели Его И В общем Рауна Решил Что Его Оскорбили И Он Хотел Чтобы Господь Шива Жил У него И Они Там Шива Лингом Он Нес Они Заставили Поставить Его И Он Не Смог По Уговору Забрать И Рауна Очень Разозлился В общем Сказал Если Так Я Буду Сам Буду Богом То Я Сам Своими Аскезами Достигну Высочайшему Положению Он Там Раскачал Такую Энергию Будь Здоров На самом Деле Ну На самом Деле То Что В мире Происходит Явно Похоже Очень Реальность Сейчас Происходит Какой-то Демон Допустим К примеру Мы Не Знаем То Что Дело Рауна На самом Поставить Под контроль Планеты То Есть Фактически Одно Зачем Под контроль Планеты Поставить И Он В принципе Добился Этого Он Целая История Об этом Рассказывают И Что А сейчас Происходит То же Самое Поставить Под контроль Всех Живых Существ Сначала Нужно Планеты Поставить Под контроль То есть Все Чтобы Они Правильно Двигались Все Сделать Вовремя Там Очень Много Различных Схем Чисто Математически Как Можно Рассчитать Что Как Когда Когда Эпидемия Когда Какие Жертвы Какие Когда Эпидемии Появляются В каком Случа Они Появляются Ну Это Целая Наука На самом Деле Там Ну Вот Такие Личности Как Раун Это Такие Демоны Которые Очень Крутые Ну К примеру Почему Это Математически Потому Что Даже Сказано 8 Миллионов 400 Тысяч Форм Жизни Уже Посчитано Все То есть Это не Говорится Что Безграничное Количество Жизней А Конкретно 8 Миллионов 400 Тысяч Форм Жизни Это Значит Все Записано Расписано Находишь В этом Графе Ну Тот У кого Есть Допуск К этому Вселенскому Компьютеру Он Может Так Какая Это Форма Жизни Влияет Так Вот Эта Форма Жизни Противодействует Ей Эта Форма Жизни Помогает Ей Все Это Но если Есть Желание Просто Ну Вот Желание Власти Да Это Как Болезнь На самом Деле То Ну Все Раздается Из Зависти То Я Хочу Быть Такой Же Как Бог Соответственно Живость Качает Эти Качества Постепенно Постепенно Начинает Овладевать Знаниями Ну Да Это Ну Как Сценарий На самом Деле С одной Стороны Это Вот Так А с Другой Стороны Это Ну Вечная Лива Тоже Это Желание Господь Он Желает Вообще Во всем Этому И Наслаждаться Он Уже Интересно Как Ну Это Блокбастер Нам же Нравится Кино Смотреть А Госпо Нравится И Смотреть И Участвовать Нем В компьютерную игру Войти То То же Самое Происходит В компьютерной Игре То есть Нам же Нравится Там Когда-то Нравилось Может быть Там Куда-то Заходить Куда-то Проходить Там Кого-то Побеждать Поэтому Вот Ну Мы Всегда Повторяем На Чем Время На Что Потратить Время Энергию Может Ну Просто Время Линейное Потратили Время На Что-то И Все Его Не Вернуть Уже Вот Я Сегодня Просто Пообедал Захожу В комнату Я Понимаю Я Сегодня Не читал Книгу Еще Читание Черета Я Читаю Черета Обычно Уделяю Там Минут Тридцать Хотя В день Чтобы Прочитать Ну Или Еще Что Священное Писание Потому Что Я Знаю Что Тридцать Минут Это Не Так Много Но Очень Важно Просто Заполнить Сознание Так Вот Погрузиться И У меня Выбор Телефон Лежит Посмотреть Новости Там Это Как Его Прочитают Пролистать Ленту Новостей В инстаграме Что Там Чего Выставил Я понимаю Сейчас Я Просто Вот Эти Лента Новостей Она Пролетит У меня Там Полчаса И Не Заметишь Читание Черета Нужно Погружаться Внимательно Читать Вникать Это Более Трудно Но Я Понимаю Что Потратить Время На Одно Или Другое Первое Лента Новостей На самом деле Довольно Бессмысленно Потому Что Она На Эта Ж Просто В разных Ракурсах Нужно Посмотреть Просто По-быстрому Посмотреть Кто Там Преданный Как Живут Чтобы По Ленте Новостей Можно Понять То Чем Живет Что Происходит В Нигеля Я Еще Прикарыш Еще Дальше 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 Вот И Поэтому Время Или Погрузить Сознание В читание Лио Потом Еще Думать Об этом Какое-то Время Размышлять Об этом И Вот Так И Происходит Что Мы Постоянно Постоянно Перед Выбором Куда Погрузить Своё Сознание Чем Заняться То Сознание Нужно Расставлять Приоритеты Чем Занять Можно А вот Иногда Читаешь Мантру И чувствуешь Что Какая-то Она Ну Не Как Обычная Вообще Просто Это Просто Милость Просто Как-то Дает Что Ли Да Ну Не Может Быть Такую Жизнь Внимательная Читая Мантра Как Это Бывает Такое Ну Милость Конечно Милость Откуда Ваш Как Ну Как Это Ну Вот И Заключается Что Мы Начинаем Удив Такое Внимательное Слушание Что Мы Отказываемся Мыслить А Мыслить Это Что Такое Мыслить Мыслить Это Значит Это Проекция Продолжение Зависти То есть Мы Хотим Сами Наслаждаться Потому Что Все Миры Рождаются В уме Сначала Все Наши Действия В уме Рождаются Мы Мыслим И Поэтому Не Можем Остановить Свою Мысль Мешалку А Постоянно Мы Мысли Это Что Такое Это Наше Желание Наслаждаться Отслеживать Все Мысли Их Мотивацию Мысли Мы Поним Что Они Четко Имеют Корыстную Природу Поэтому Мы Начальном Этапе Мы Сознательно Говорим Господь Я Предаюсь Тебе Я Не буду Больше Думать Я Просто Буду Ждать Что Ты Мне Скажешь Начинаем Слушать Святое Имя Слушаем 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 Потом Опять Поток Включается Потом Опять Включаем Потом Опять Включается И так Это Бесконечный Процесс На самом Деле Пока Господь Неудовлетворен И Пока Мы Не Осознаем Что Это Бесполезно Потому Что Все действия Они Находятся Начало Действия Находится В уме Поэтому Все Что Мы Делаем В этом Мире Это Продолжение Нашего Ума Ничего Больше Поэтому Лекарства Всегда Принимаются Сразу На Ум Трансформируясь Сначала Его Остановить А потом Одухотворить Занять Его Духовным Чем-то Понятно Потому Что Уже Сколько Лет Занимаешься Конечно Она Сама По Себе Будет Приходить Потому Что Уже Уж Может Ум Устал Стру Планы На Будущ В Материальном Мире Потому Что Регулярно Практикует День За Днем Год За Годом Естественным Образом Уже Некие Вещи Начинают Атрофироваться Просто Желание Атрофируется Понимаешь Бессмысленность Даже Не нужно Чего Уговаривать Себя Просто Понимаешь Что Чем Еще Заниматься Как Может Лучше Господа Послушать Что Там Эго Истончается Потому Что Ум Это Продолжение Эго Эго Истончается И Зависть Уходит И тогда Мы можем Слушать Воспринимать Что Причем Чем Дальше Тем Это Легче Становится Особенно Если Мы Не Совершаем Оскорблений Никаких Потому Что Как Только Оскорблений Совершим И Так Ну Что Заканчиваем Аре Кришна Сегодня Расковали Санимде Из Интернета Выскочила Мантра Гай-три Мантра И Она Сказала Что Это Оскорбление Слушать Гай-три Мантру Ну Пай-три Малка Известных Вица Неская Брама Гай-три Мантра Да И Можете Объяснить Как Если Как бы Играет Дамуск Выскакит Из Интернета Гай-три Мантра Ну Нужно Во-первых Когда Это Мужская Мантра Исключительно Это Мантра Творца Вселенной То есть Она Сознана Для Творения Мантра То есть И если Ее повторяют Но Нужно понять Что она Обладает Могуществом И тот Кто повторяет Эту Мантру Но Он Становит Соответственным За То Что Про Изменения Которые В этом Мире Происходят Ну К примеру В Третую Куда Какой-то Шудра Свежал Аскеза И Васишка Муни Он Сказал Господармачаны Что Мантрубил Мугов Чтобы Убил Эту Шудра Что Такого Плохого Что Шудра Совершает Аскезы Шудра Хорошо Обещает Шудра Кто-то Скорбит Если Человек Скорбит И Повторяет Какие-то Сокровенные Мантры Эта Скорбь Она Входит В этот Мир Распространяется На весь Остальной Мир То есть Весь Мир Будет Соответственно Скорбить И Соответственно Кто Повторяет Мантры Тем Более Такую Мантру Как Брама Человек Он Просто Творит Свою Собственную Реальность А какая Реальность Что Человек В уме То есть Это Браманическая Мантра И Эта Мантра Она Воспевается Но Она Должна Воспеваться В чистом Сознании В чистом Уме Поэтому Прежде Чем Повторять Ее Там Умовение Совершается Тилаки Ставится Много Действия Их Совершается Вот Ну Она Из Мантра Творение Скажем Так Поэтому Нужно Понять Что Ее Ну Слух Не говорят Вообще Она Говорится Слух Только Во время Инициации Когда Учитель Передает Ученику И Говорится Что Ее Даже Шепотом Не повторяет Ее Повторяют Исключительно В уме Даже Мы Когда Получали Гай-три Говорилось Что Даже Язык Не должен Шевелиться В момент Повторения Мантры То есть Она Должна Исключительно В уме Проходить Ну Просто Понять Что Невежество Кали-юга Идет Соответственно Люди Просто Не понимают Что Такого Мантра Вообще Я Думаю Что Мантра Это Какая Развлекалась Успокоить Ум Там Еще Что Мантра Это Этот мир Он Рожден Из Мантр Все В этом Мире Мантры Абсолютно Все То есть Начало Было Слово И Слово Был Бог То есть Звуковая Вибрация Это Есть Духовный Мир Духовный Мир И Звук В Духовном Мире Это Самый Грубый Элемент И А В Материальном Мире Звук Это Самый Тонкий Элемент И посредством Звука Эти миры Связываются Все Что есть В Духовном Мире Через звук Не всходит В этот мир Вот Если звук Трансцендентный Соответственно Ну Какое-то Время Все Все Трансцендентно Но когда Прибавляются Материальные Такие Качества Как Зависть Вожделение Гнев Звук Начинает Искажаться И соответственно Порождаются Негативные Реакции Реалии Негативные Миры Рождаются Из этих Негативных Звуков То есть Мы на самом деле Можем это просто Увидеть Как это происходит Вот мы идем И какая-то Такая музыка Такая вот Долбеж Какая-нибудь Будет Сразу же Нашему мне Где-то образы Там Железо Кровь Еще что-то Да Такое Хови метал Пример Да Все как бы И люди Одевают Там цепи На себя Еще что-то Живут В определенном Образов Да У них Антураж Определенный Они действия Определенный Совершает Напитки Определенные Пьют Под всем этим Воздействием Наркотики Определенные Принимают И целая Темная Область Мира Начинает Рождаться И просто Из звука Вот Или какая-то Благостная Музыка Добрая Добрая Люди Слушают Ее А у них Там Рождаются Цветочки Лепесточки Там Украшения Там Они Соответственно У них Желание Обустроить Свою Дом Какая-то Музыка Для Медитации Там Говорят Все В категории Добра Опять же Рождается Но если Звук Транцедентный Он Рождает Транцедентную Реальность Но Еще Мало Того Просто Сам Звук Да Сам Звук И Какое Еще Настроение То есть Того Кто Говорит Этот Звук О чем Человек Думает Потом Откуда Он Эту Мантру Получил Если Он Просто Ее Ну Во-первых Она Не Будет Обладать Таким Могуществом Ну Если Человек Сам Где-то Прочитал Сам Где-то Услышал Ему Понравилось Недавно Одна Наша Преданная Она Говорит Вот Мне Надо Вторую Инициацию Получить Мне Мантру Необходимо Какую Мантру Ну Вот Это И Начинает Мне Говорить Мантру Брама Из Нас Просто Нашей Традиции Эту Мантру Не Дают Ну Как Не Дают Мне Так Хочется Ну Просто Понимаете У Разные Нюансы В жизни Бывают Ну Просто Нужно Понять Что Мы Просто Дети Мы Толком Мантру Не Не Можем Повторять Мы Единственное Повторяем На Милости Гуру Дева Потому Что Гуру 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 Дев Он Как Учитель Он С Господом Договаривается Он Скажет Ничего Ничего Пускай Они Тренируются Да Да То Есть И Поэтому Все Реакции Но Просто Люди Большинство С вами Даже Не Понимают Что Происходит И Как Происходит Как Вот Это Такие Сокровенные Знания Как Они Попали В Что Куда Не Проходишь Мимо Там Ну С одной Стороны С одной Стороны Это Сознано Для Того Чтобы Скрыть Подлинное Знание От Атеистов Одна Из Целей Да Потому Что Когда Всего Много Пойди Разберись Там Где Правда И Неправда И Человек Который Хочет Наслаждаться Он Найдет Себе Какую Иллюзию Под Вывеской Духовности И Будет Заниматься Так Называемой Духовностью И Просто Нужно Понять Что Мы Находимся В материальном Мире И Причина Нашего Пребывания Здесь Наше Собственное Желание Наше Собственное Желание Также Выйти Из Этого Материального Мира Мы Должны Пройти Определенные Процессы Очищения И Майя Нас Будет Постоянно Испытывать Нас Постоянно Соблазнять Разными Посылами Грубого Уровня Тонкого Уровня Самого Тонкого Уровня Ну Про Первый Тебе Майя Говорит А чего Есть такая Классная Мантра Ты можешь Сам Быть Творцом Надо Правильно Учиться Повторять Человек Он Увлекается Просто Пытается Что-то Повторять Что-то Делать Просто Мотивация Их Бесчисленна Берем Мотивация Одна Две Одна Мотивация Духовная Другая Материальная Но Их Разновидности Зависимость От Нужно понять Такой момент Что Ну Есть такое Понятие Два пути Духовных Пути Один путь Самоутверждения Один путь Уничижения Скажем так Мы идем Вторым путем Путем Понимание Своей Незначительности Потому что Самоутверждение Оно Человек может Многого достичь Но На этой Пути Он теряет Отношение С Господом Потому что Когда человек Достигает Самоутверждение Когда он Стал Таким же Как Бог В принципе Можно стать В каком-то Смысле Но Когда человек Достигает Это Он Растворяется Растворяется В Господе Обезличивает Себя И он Входит В это Состояние И на этом Все Заканчивается Такое Некое Самоубийство Человек совершает Ну Господь По-разному Может Рассудить Он может Дать Человеку Если Он Своими Аскезами Дослужил Он может Свою Вселенную Дать Может Дать ему Иллюзию Что Он Бог Дать Возможность Ему Осознавать Себя Богом Править Каким-то Миром Ну В зависимости От Негативности Живого Существа Но Опять же Тут Все В категории Относительной Абсолютности Абсолютной Точкой зрения Все равно Это все Лило Господь Просто Развлекается Безграничными Способами Поэтому Нужны Негативные Персонажи Вечности Причем Вечные Негативные Персонажи Занимающиеся Негативную Негативную Роль Там Просто Понятно Есть люди Которых Не вырвать Из низшей Реальности Из пивбара Допустим Попробую Вырвать Человека Из пивбара Который Любит Пивбар Да Ну Просто Это И же Все Из жизни Жизнь И в пивбаре Там Не в своем невежестве Это Самый Мягкий Еще Вариант А есть Люди Вообще Там Наслажаются Такими Темными Вещами И Они Не могут Оттуда Выдеть Поэтому Говорится Что Демоны Они Вечно Остаются В этом Положении Негативности Это Логично На среднем уровне Там Немножко Того Немножко Другого Просто Встретиться С преданными Получить Вкус Преданности Может Любой В принципе Если повезет И демоны Тоже Чтобы Кто-то Как-то Соприкоснулся С этим Вкусом Чистым Потому что Это же Очень Тонкий Вкус И Он Если Человек Соприкасается С ним Это Сукрити То есть Он Совершил Что-то Бескорыстное Какое-то Действие Обрел Частичку Вкуса Этого Маленького Этот Вкус Потом Будет Вести Всегда Поэтому Говорит Что Существует Два Колеса Самсары Одно Колесо Самсары Это Карма Самсары А другое Колесо Самсары Это Кришна Самсара То есть Человек В одном Колесе Он Просто Перерождается Хаотично Животные Люди Боги Крутятся Вертятся В этом Колесе А другое Кришна Самсары Это Из жизни Жизнь Человек Совершает Духовную Практику Он В какой-то Жизни Соприкоснулся С Преданным С служением И Жизнь За Жизнь Он Развивает Приходит В жизни Живет Какой-то Материально Наслаждается Потом Раз Пришло Время Реализоваться Этому Сукрити Он Встретился С Преданными Встретился С Книгами Вспомнил На Тонком Уровне На Уровне Подсознания Что Это Уже С В Зависимости От Количества Сукрити Может год Практиковать Может Десять лет Практиковать Может Всю жизнь Отдать В зависимости От Сукрити Сукрити Можно пополнять Еще Постоянно То есть Непосредственно В жизни Осознавать Суть Неосознанное Сукрити Игьято Сукрити Осознанно Совершать Какие-то Действия Кто Сукрити Белое Гаэты Гаэты Вы Ходили Здесь Купили Не у Флоры Вот Сукрити Осознанное Сукрити Может Неосознанно Но Это Уже Естественно Скажем Ну Что Про Демонов Предных Слушал Что В Калиюгу В одной Личности Демоны Предовали Ну да Говорится Что В Сатиюгу Демоны И боги Они жили В разных Вселенных В Третой Юге Они жили На разных Планетах Два Два Пара Юга Они жили В разных Людях В Калию Они живут В одном Человеке У нас Два Начала Всегда Присутствуют Одно Божественное Другое Демоническое Может Реально Ощущать Потому что Мы готовы Все сделать Для Господа Для Преданных Отдать Все Людям И Просто Такое Чувство Возникает А Вообще Никому Ничего Не дам Пошли Все Нафиг Эти Две Две Сущности Постоянно Борются У нас Но Говорится Какой мы Будем Больше Кормить Такая Будет Побеждать А вот Когда Некоторых Людей Кто В религии Еще Что Называют Фанатиками А фанатизм Когда Они Каким То Образом Приобретают Суки Что Что Я не Буду Ну Вот Частенько Когда В материальном Мире Прошли Кто Активно Проповедует И Не Всегда Люди Воспринимают Это Пошли Фанатики А Если Действительно В Человеке Присутствует Фанатизм И Он С Фанатизмом Пытается Проповедовать Еще Что Он Таким Образом Приобретает Суки Фанатизм Просто Он Имеет Какую Мотивацию Это В Какой Степени Самоутверждение Человек Хочешь Самоутверждиться За счет Религии Не Ну Тут Опять же Частный Случай Насколько Фанатизм То Есть Это Все Частный Джай Грубев Гори Гори Харай Нама Кришна Яд Вая Нам Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 бах тенок кулькигой я уникал Carla хода с богом которые джи рупанова выгоду TJana мача решил их ридаст такой учительом или кидаю чьи бога в виде хуши на кидаю яшев ли смог кра 맛이 к кортике джи народ тамしまано дош CHERA праву кидаю все время даундаст акульки Субтитры подогнал «Симон»